Спасибо большое Натану за поддержку и техническую, и моральную. И мы с вами, как всегда, с молитвой в сердце и на устах продолжаем трудную тему, книгу Шмуэль Бет. И мы с вами говорим об одном и самом трагичном эпизоде нашей истории, когда Давид уходит из Рушалаема, из восстания Ашалома. И здесь столкновение отца и сына. Описывается во всех подробностях. Мы уже видели, что нам важно было понять Давида. Нам мы смогли выучить как бы человека духа, как он воспринимает такую безвыходную ситуацию, полностью подчиняется воле небес, готов умереть, если он виноват. И в то же время у него остается надежда на то, что ему будет дано продолжить дело, дело Всевышнего, которое, как можно себе представить, никто, кроме него, не может продолжить. И мы с вами представили его, что его смиренное поведение, как мы сказали, слово смирение может не очень подходит, но нету, не вижу другого. Его смиренное поведение, оно одновременно и просьба, и молитва, и поиск заслуги в глазах небес для того, чтобы продолжить это дело. Это один момент. Другой момент, почему мы сейчас увидим еще и еще подробности, которые рассказывают о бегстве Давида и о военном столкновении Давида Абшалома. Зачем столько подробностей? Это очень важно, и все эти подробности рассказываются для того, чтобы мы представили себе, что в мире действует божественное проведение. И никогда так не могут сложиться события, если в них не вмешивается божественная рука. Она и управляет самими событиями, она и подталкивает, если так можно сказать, людей к определенным поступкам, никогда не лишая их свободы выбора, но тем не менее, направляя в ту сторону, в которую, может быть, они бы и сами хотели пойти, но не решаются. И это один, скажем, такой очень важный момент, который можно выучить из всей этой истории. Другой очень важный момент – это человеческие отношения, величайший трагизм, столкновение отца и сына. И мы не всегда обращаем внимание на то, что при вот таком вот столкновении, как бы таком восстании сына против отца, ужасном совершенно, о котором сам Давид говорит, что это хуже, чем война Гога и страны Магог. Тем не менее, между ними сохраняются отношения и даже любовь. А в шалом при всей его решительности и при всей его обиде на отца и за то, что он не сделал его наследником, при всем этом он не хочет убить Давида. Может быть, он себе даже и не отдает в этом отчета до конца, но где-то какая-то баспудная мысль, совесть, которая есть в нем, она толкает его на такие поступки, которые дают возможность Давиду спастись. И, в общем-то, эта совесть авшалома становится в конечном итоге причиной его гибели. Будь он более решителен и пойдет на то, чтобы в первый же момент схватить, убить Давида, он бы выиграл эту ситуацию. Но он не может или не хочет это сделать. Давид, как мы увидим в дальнейшем, он хочет сохранить жизнь на авшалому. Он приказывает своему воинам, чтобы они ни в коем случае не поднимали на него руку. Вот эти два момента, на которые бы стоило обратить внимание. Первое – это божественное провидение, и ради этого приводится столько подробностей. И второе – это вот такая глубина отношений людей, отца и сына, любовь, которую не истребляют даже вот такие вот ситуации, такие обстоятельства. После этого короткого введения, может быть, не очень короткое получилось, но все-таки, я сейчас попытаюсь открыть текст, то, что я приготовил. И мы с вами попробуем двигаться по тексту. Так, вот то, что нужно, я немножко увеличиваю. Сейчас мы, я сделаю, чтобы вам было видно. Одну секунду. Одну секунду. Так. Вот, я надеюсь, текст виден, да? Да, да, сейчас видим. Отлично. Отлично, видим. Только на весь экран, если можно сделать. Сделаем на весь экран, так. На весь экран. Да, сейчас мы уберем то, что нам нужно. И вот 16 глава нам рассказывали. Еще покрупнее текст сделать? Ага, отлично. Да. Царь отходит на достаточное расстояние от Иерусалайма в восточном направлении и отдыхает, останавливается на отдых. А в Шалому весь народ, люди Израиля пришли в Иерусалайм, и Ахитофель с ним. Понятно, что успех восстания во многом определяется тем, что Ахитофель вместе с Афшаломом. И было, когда пришел Хушай Ахитофель, друг Давида к Афшалому, и сказал Хушай Афшалому, доживет царь, доживет царь, принимает на себя обязанность служить царю. И сказал Афшалом Хушаю, это милость твоя к другу твоему, почему не пошел ты с другом твоим? Друг, здесь мы помним, это указывает на должность Хушая. Много у Давида друзей, но есть вот должность такая, друг царя, который в любой момент может войти к нему, и советник важный фактически. И сказал Хушай Афшалому, нет только тому, кого выбрал Бог, и народ этот, и каждый уважаемый человек Израиля, ему я буду служить, и с ним буду жить. Хушай Ахи объясняет свое поведение как бы с галахической точки зрения, хотя он и не еврей, но понятно, что он мудрец Торы и живет среди народа, и поэтому вполне и вполне может сослаться на галаху. Галаха такова, что, как мы с вами помним, что царя прежде всего выбирает народ в том смысле, что без согласия народу нельзя поставить царя. Да, конечно, говорится в главе Шофтинга, в Торе, говорится, в книге Творим говорится, что пророк указывает царя. Конечно, но народ должен согласиться, и мы это видели с вами в ситуации с Шаулем. Шмуэль указал на Шауля, и народ принял его, но вот часть людей его не приняла. Часть людей, однако, большинство приняло. В общем-то, когда приняло большинство, то и меньшинство должно было принять, и меньшинство оказалось в состоянии таких преступников, на которых можно было бы наложить санкции, скажем. Вот это мы с вами видели, то есть он говорит с галахической точки зрения, кого выбрал Бог и народ этот. Бог в том смысле, что есть пророк, да, и он указывает на человека, а народ принимает это. Кто же здесь пророк? Кто же здесь пророк? Пророком считают Ахитофеля, уже было сказано, да, что Шаулом приходит вместе с Ахитофелем. Пророком считают Ахитофеля, действительно, у него есть пророческий дар. Насколько глубокий, скажем, сильный, трудно сказать, но есть у него пророческий дар. И он колоссальный мудрец Торри и всегда следует его совету, как мы помним. То есть вполне и вполне можно его посчитать пророком. И вот Гужай Ахи обосновывает свое поведение, свой выбор тем, что Бог пророк указал на Ахшалома, а народ принял Ахшалома. И каждый уважаемый человек Израиля, то есть и Сангедрин, и многие мудрецы поддержали, если невесть, то значительная часть Сангедрина поддержала Ахшалома. Ему я буду служить и с ним буду жить. Я, как человек верующий, надеющийся на Всевышнего, я иду по Галахе, говорит, Хушай Ахшалом. И, во-вторых, кому я буду служить? Разве не перед сыном его следует находиться мне? Как служил я перед отцом твоим, так и буду служить перед тобой. И тут тонкий психологический момент, ход Хушая, который, собственно, и пришел за этим к Ахшалому, чтобы проводить в нем чувство к отцу и увести его от такого скоропалительного решения, наброситься на Давида и убить его. То есть он говорит, что ты же продолжатель дела Давида, ты же продолжатель его династии. Ну, хорошо, так получилось, что Давид хотел поставить Шламо, тебя оттолкнул. И вот получилась такая ситуация, когда ты должен был ее решать силой, но ведь ты же продолжатель, ты же продолжатель дела Давида. И вот такой тонкий, скажем, момент, ради которого Хушай Ахши пришел. Даже если он не будет принят, даже если он поплатится своей жизнью, он все равно зародил у Ахшалому эту мысль, что, собственно, это и не восстание-то, да. Это он продолжает династию Давида, ссора, но не восстание. И во-вторых, кому я буду служить, разве не принят? И сказала Ахшалому Хетофелю, дайте вы совет, что нам делать. Теперь, когда они вошли в Рушалаим, а Давида в Рушалаиме нету, а многие люди важные и воины ушли с Давидом. Ахшалом не знает, как продолжать. Возможно, он рассчитывал на то, что и люди Рушалаима присоединятся к нему. Но вот такое вот неожиданное бегство Давида поставило его в тупик. Вроде бы война, а вроде бы не война. А что делать? Как воспринимать эту ситуацию и как повести себя? И сказала Ахшалому Хетофелю, дайте вы совет, что нам делать. Прежде всего, к Хетофелю он обращается, естественно, потому что он чувствует в нем поддержку. А Хетофель, как мы с вами говорили, у него свои планы. Он плетет свои интриги для того, чтобы в какой-то момент захватить власть. И потому что он завидует Давиду и считает себя умнее Давида. И потому что у него было видение, что из него как бы выходит царский род. И мы помним, что это относится к Батшебе, к его внучке, если бы он правильно понял это видение. И сказал Аххетофелю в Шалому. Войди к наложницам отца твоего, которых он оставил охранять дом. И услышит весь Израиль, что опозорил ты отца твоего, и укрепятся руки всех, кто пошел с тобой. Совершенно злодейский совет. Но хода Хетофеля понятен. Хода Хетофеля понятен. Сейчас начинается какое-то сближение Афшалома с Давидом. Вместо того, чтобы отдать распоряжение, послать отряд, послать гонцов, догнать Давида и убить его, то, что может быть Аххетофель и ожидал от Афшалома, вместо этого он начинает разбирать ситуацию, а как быть, а как поступить. Вот он в некоторой растерянности. Если бы отец начал защищать Афшалаем, так все хорошо, война, воюем. А тут ситуация невонятная, что делать. И Аххетофель прочитал ее очень хорошо. И вместо того, чтобы сказать Афшалому, гони за отцом, или выстави отряды, чтобы он не мог перейти через Ярден, пошли срочно отряды, чтобы он не смог перейти через Ярден. Вместо того, чтобы придумать, не придумать, а действительно, дать какие-то военные советы, Аххетофель хочет разорвать полностью связь между Афшаломом и Давидом и тем самым между всем народом и Давидом. И что он ему говорит? Не то, что воюй, а войти к наложницам отца по его, которых он оставил охранять дом и услышать, кейс Израиль, что обозорил ты отца своего. В этих наложницам здесь можно разбирать, что и почему, и как. Но понятно, и дальше следующее предложение нам говорит, «И раскинули Афшалому шатер на крыше и вошел Афшалом к наложницам отца своего на глазах всего Израиля». Понятно, что он, так сказать, не лег с женами отца, но он сделал демонстративный жест, в котором очень много смысла. То есть, скажем, здесь есть и такая посылка, что на жене царя нельзя жениться. Скажем, если царь умирает, то жена его, к сожалению, на всю жизнь остается вдовою. Это проблема, как мы понимаем, государственная. То есть, кто жениться на жене царя, на вдове царя, он потом может сказать, что у меня есть право на престол, чтобы этого не было, чтобы не было таких попыток захватить престол, то закон говорит, что жена царя должна оставаться вдовой. Есть здесь и такой фон, задний план, так сказать, фоновая мысль, скажем, отрицание того, что добит царь. Но гораздо сильнее, как мы понимаем, это все, это разрыв. И Афшалом, конечно, он не ложится с этими женами отца, а он входит в шатер на глазах у всех. И это само по себе заявление, что он мог бы лечь женами отца. И это показывает, конечно, подавляющее большинство людей его тоже не подозревает, что он лег женами отца. Иначе, скажем, вероятнее всего, что не было его недовольства. Не подозревает, но сам акт, сам действие, оно, это предельное оскорбление Давида, предельное оскорбление его жен и какая-то заявка того, что Давид не является царем в нитхих глазах. А совет Ахитофеля он давал в те дни, как будто спросил человек слово всесильного. Таким был каждый совет Ахитофеля. Мы понимаем, что, конечно, Ахитофель не спрашивал слова всесильного. И совет его был не как слово всесильного, а как будто слово всесильного. То есть совет был умным, действенным. И как бы, мы видим здесь, отрубал, отсекал нежелательные варианты, так как будто это прямо исходило от всесильного. Но в том смысле, не в том смысле, что это путь к добру, путь к исправлению или даже наказание злодеев. Нет. В том смысле, что очень четко, очень как бы, очень правильно с точки зрения злодея. Таким был каждый совет Ахитофеля и Давиду, и Авшалому. И Ахитофель давал четкие, очень четкие советы и Давиду, а теперь он давал их Авшалому. И мы с вами попадаем по 17 главу. И сказал Ахитофелю Авшалому, позволь, выберу я 12 тысяч человек и встану, и погонюсь за Давидом этой ночью. Теперь он говорит ему, он считает, что нет обратного пути. В общем-то, правильно считает. После того, что он сделал, после вот этого разрыва отца и сына, не только, как он читает, между Авшаломом и Давидом, но и в глазах всего народа не может быть ничего общего, не может быть никакого пути к примирению. Никто уже не будет сомневаться, как ему действовать, на чью сторону остановиться. Теперь он говорит, позволь мне, я возьму 12 тысяч человек и нападу на него. А он утовлен и слабый, напугая его, и побежит весь народ, который с ним и поражут царя одного. Ахитофель говорит, что только Давид повинен смерти. Все люди, которые поддержали его, они были либо введены в заблуждение, либо ошибочно считали, что он продолжает быть царем. Мы их помилуем. Пусть они разбегутся, мы их даже ловить не будем. И без него они ничего не смогут сделать. И это, конечно, должно быть очень весомо в глазах людей, в глазах сторонников Авшалома, что только тот, кто виновен, он должен быть наказан. Верну весь народ к тебе. Вернусь народ к тебе, когда вернутся к тебе все люди, которых ты стремишься вернуть, весь народ будет в мире. Ахитофель говорит ему, пока жив Давид, ты не добьешься полного единства народа. И у каждого человека будут какие-то сомнения, может быть, на десятом плане, но у него будут существовать сомнения, не присоединиться ли к Давиду, не лучше ли Давид. Если убить Давида, весь народ привернется к тебе. И было правильным это слово в глазах Авшалома и в глазах всех старейшин Израиля, всех, кто окружал Авшалома, всех, кого он назначил старейшинами, тех, кто стал старейшинами Израиля. Часть, возможно, из них была старейшинами при Давиде и восстала против него и присоединилась к Авшалому и сказала Авшалом, прошу, позови также уша Иоархи и послушаем также, что на устах его. И вот эта вот та подстудная, глубоко куда-то запрятанная совесть, инстинкт какой-то связи сына с отцом, он говорит Авшалому, давай все-таки подумаем еще, надо как-то вот, а давай послушаем еще кого-то. Нет, конечно, конечно, Ахитофель прав, ну, давай послушаем, вот взвесим другие стороны. Это где-то на уровне инстинкта. Интересно, что Тора говорит о том, что Тора говорит о том, о, скажем, таком примере. Вот говорится, что кто-то делает подкоп в дом другого человека для того, чтобы обокрасть его. И вот хозяин нашел этого человека в подкопе. И если ему ясно, как белый день, то он может этого человека убить. Почему? Потому что тот, кто пришел за твоим имуществом, он может и на тебя поднять руку, если ты будешь защищать свое имущество и вступая в силу закон. Если кто-то поднял на тебя руку, убей его. Если кто-то пришел убить тебя, убей его первым. А вот здесь, если даже есть сомнения, что он может убить тебя все равно, ты имеешь право убить его. И ты защищаешь не свое имущество, ты защищаешь себя. Что значит ясно, как белый день? И здесь, и здесь, и Раша, и здесь на основе, на Талмуде, на трактате Сангидрин, говорит, что есть один случай, когда нельзя убивать. Это, когда отец делает подкоп к сыну. Потому что отец никогда не убьет сына. И вот мы можем обратить внимание, что правило это относится, отец делает подкоп к сыну. Нельзя убить отца, потому что точно он не поднимет руку на сына. А вот если сын делает подкоп к отцу, то это правило не работает. И нам сейчас не важны все тонкости, законы, и все, пускай он абстрактный, но он показывает нам, что у сына, что отношение отец-сын и сын, отец, как бы между ними нельзя поставить знак равенства, сделать их одинаковыми, считать их абсолютно одинаковыми. И тем не менее, и тем не менее, скажем, Тора восходит куда-то, скажем, к какой-то крайней точке, и говорит, что вот сын все-таки может убить отца. Но мы видим, что действительно это посылка, что сын может убить отца, она какая-то крайняя. А в принципе, в принципе, конечно, если не в большинстве, то, по крайней мере, во многих, во многих, во многих случаях, сын не поднимет руку на отца. И здесь это срабатывает с шаломом. Прошу также позови Хушай Архи, послушаем также, что на его устах. А в шалом, либо поверил Хушай Архи, как обычно принимают человека, который пришел от врага, как принимают друга врага, ставят перед ним какой-то испытательный срок, следят за ним. А в шалом либо поверил Хушай Архи, либо хочет поверить ему. И пришел Хушай Архи к шалому и сказал шалому ему, говоря, такое слово сказал Ахитофель, сделать нам послову его или нет, скажи ты. Это вопрос Авшалома. И сказал Хушай Авшалому, нехорош этот совет. Вы можете представить себе, как бы вообще чуть ли не слово Бога звучит из уста Хетофеля, так все воспринимают его. Как можно вообще оспаривать, оспаривать, даже подвергать сомнению. И вдруг Хушай Архи находит в себе смелость, рискует своей головой на 99% плюс и говорит, нехорош этот совет. Не то, что он сначала разбирает и говорит вот это так и так. Ну, поэтому это нехорошо. Нет, он сразу говорит, нехорош этот совет. Ужас. Ужас. Никакого учета ситуации, никакого желания быть политкорректным. Нехорош этот совет. И сказал Хушай, ты знаешь отца своего и людей его, что отважны они и озлоблены они теперь, как медведица, которая лишилась детеныша в поле. Отец твой человек опытный, ведение войны, и не будет он ночевать с народом. Он играет Хушай Архи на том, что он ахитофель, он такой придворный, он во дворце, он, конечно, все знает. А я, говорит, Хушай Архи, я много раз был с Давидом в походах, и я знаю, как он ведет себя. Он, как бы, говорит ему, может быть, сказал, а может быть, намекнул. А ты вспомни, как было дело с Шаулем. Шауль спал в окружении своих воинов, и Давид, благодаря этому, мог убить его. Он прокрался, когда все остальные спали. Можно вспоминать о том, что было божественное провидение, что никто не проснулся из воинов, которые спали плотным кольцом вокруг Шауля. Можно не говорить об этом, просто представить себе ситуацию. Он мог убить Шауля, потому что он спал среди воинов. Давид не ляжет спать среди воинов. Ахитофель говорит, давай, сейчас мы обрушимся, ночью, как облава на звере, шуметь, кричать, мы окружить их. Давид будет спать в стороне, либо где-то в зарослях, либо где-нибудь в расщелине, в расщелине скалы, если будет скала рядом. И как только начнется ночное сражение, он убежит, он исчезнет. Кто его поймает? Кто его заметит под покровом ночи? Либо один, либо совсем со своими близкими к нему людьми, двумя этими, но он убежит. И что будет? И что будет? Ужас. Ужас. Это поражение. Это поражение. Вышли, поставили перед собой военную задачу убить свергнутого царя. И не справились с ним, а восстание в самом начале. И это будет тяжелым и тяжелым моральным ударом, который приведет к тому, что часть людей отсеется. Люди будут неуверены в том, что затеяло в шалом. Как же можно так делать? Вот теперь он прячется в одной из рачилин или в одном из известных ему мест. И будет, если нападет из них много воинов в начале сражения, и услышит тот, кто услышит и скажет, был мор в народе, который пошел за обшаломом. Что же будет? Воины его, как сказал Ужай Архи, они сильные и озлобленные. Пойди в Авробу и справиться с такими богатырями. Конечно, можно их убить, но сколько же народу они положат? И какое же впечатление от этого сражения будет? Он немножко смягчает слова, говорит, был мор в народе, имея в виду, что много падет из воинов в обшалома. Он не говорит, будет перебитый, будет мор в народе. Большое падение народа среди твоих воинов будет. И даже если он бесстрашный воин, сердце которого, как сердце льва, совсем ослабеет от страха, ибо знает весь Израиль, что отважный воин отец твой и бесстрашны те люди, которые с ним. После того поражения даже те Аф-Шалом может сказать, у меня тоже сильные воины, у меня тоже отважные воины, не только у Давида. Уж айархи, они все арабеют, когда узнают, что произошло, или они будут там во время сражения, они увидят, что произошло, и их охватят трогусь. Короче, моральный урон от неудачи очень-очень вероятный, очень вероятный. Он будет такой, что он поставит под сомнение все твое восстание. Советовал бы я собрать тебе весь Израиль от Дана до Бершевы, многочисленный, как песок, на берегу моря, и самому пойти в сражение. Возглавить сражение, как царь, и добиться победы над Давидом. А потом, потом ведь, может быть, как бы хушай айархи оставляет этот вопрос открытым, а потом, может быть, Давид и убивать не придется. Вот, ты возьмешь его в плен, и он, оказавшись в вынужденном положении, он согласится с тобой и поддержит, а тебя, ну, совсем будет другая картина. И придем мы к нему в одно из мест, где он находится, и упадем на него, как падает роса на землю, и не останется ни в одном в нем и во всех людях, которые с ним духа, чтобы сражаться. Но он не говорит, мы убьем, перебьем всех их. Вот, они разбегутся, а, может быть, мы Давида и сможем захватить. А если в город соберет он народ, то принесет весь Израиль к тому городу веревки, и оттачим его к потоку, перенося по одному камню, пока не останется там даже камешка. если он говорит, что любой город, который даже укреплен сильно, его же нужно защищать, для этого нужны люди, а с Давидом не так много людей, а вот мы приведем большое войско, огромное, со всего Израиля. Послушай, он говорит, тебе нужно собрать весь Израиль, чтобы все были причастны к этому делу, так сказать, круговая порука, все будут воевать против Давида, все его не сложат с царства. Вот еще какая здесь есть выгода. И, ну, конечно, такую войско огромное, которое ты соберешь, оно разрушит стены города и ворвется в город. И сказал Абшалум каждый уважаемый человек, и каждый уважаемый человек Израиля. Совет Хуша и Архи, лучший совет Ахитофеля. Невероятно. Невероятно. Из того всего, что говорится об Ахитофеле, и что он был советником Давида, и также советовала Абшалуму, пришел Хуша и Архи, на которого нужно смотреть через увеличительное стекло, проверять все его мысли, все его связи. И вдруг он говорит настолько разумную вещь, или она кажется разумной, что все соглашаются с ним. И, безусловно, здесь нужно видеть, представляется так. Может быть, можно обойтись без этого, но представляется, что весь этот рассказ, он записан для того, чтобы мы видели действия божественного проведения. Сам Давид говорит в первом салме, ибо знает Бог дорогу праведника, а дорогу злодея, пропадет. И эти слова, они тоже как-то странные, требуют объяснения, что значит Бог знает дорогу праведника, дорогу праведника должны были бы знать все. О, нет. Оказывается, что часто получается все наоборот праведника принимают за злодея или за виновного, злодея принимают за праведника, но есть рука Всевышнего. Дорога, он знает дорогу праведника, знает дорогу праведника, и что имеется в виду? Знает, так что с того? Поможет ему, знает, смотрит на него, поможет ему, а дорога злодея пропадет, дорога злодея не приведет к успеху. А про праведника говорится, что все, что он делает, все это будет успешно. Как можно предполагать, что все, что делает человек, это будет успешно? Только потому, что есть божественное провидение, которое прокладывает дорогу праведника, которая далеко-далеко не всегда видна другим людям, что это праведность, и она ведет к лучшему, она ведет к укреплению царства, построению храма и раскрытию божественного присутствия во всем мире. Кто это сейчас может видеть? А Всевышний видит и ведет. И сказал Хушай Цадоку и Авиатару Кавенам, тот и тот посоветовал Хитофеля в Шалому и старейшим Израиля, а тот и тот посоветовал я. А теперь пошлите быстрее своих сыновей и сообщите Давиду, говоря, не ночуй этой ночью в степях к востоку от пустыни, а также поскорее переправься через Ярден, чтобы не пострадать царю и всем людям, которые с ним. К востоку от пустыни мы понимаем, что это ярданская низменность, как бы, если так можно сказать, с этой стороны еще. Не ночуй там, переправься через Ярден как можно быстрее переправу, сочетай как можно быстрее, чтобы не пострадать царю и всем людям, которые с ним. Кушай, а арки опытный разведчик. Откуда у него такой опыт? Трудно сказать. Может быть, просто очень умный и принесательный человек может быть не раз, не один раз сопровождал Давида в его походах, знает тактику и стратегию, знает все, что бывает, и, естественно, его подозрение на то, что Ахитофель переговорит о Шалома, переубедит и приведет тысячу и один довод против того, что сказал Хушай о архе, он еще с ним будет полночи беседовать, потом переубедит, а потом пошлет отряд, как он хотел, две тысячи человек, и, неожиданно напав на стан Давида, совершит то, что положит конец царству Давида, убьет он его и не убьет, лагерь будет разгромлен, Давид должен бежать один, хватит для него сил собирать кого-то новое войско и так далее, вокруг себя далеко неизвестно, поэтому он не посылает гонцов сообщить Давиду быть спокоен, все хорошо, все нормально, он посылает сказать ему беги как можно быстрее, я сделал все, что можно, я выиграл время, они еще там будут, если даже решение переменится, то это не сразу, они два часа будут еще обсуждать, что делать уже без меня может быть, а ты выиграй это время и беги. Айонатан и Ахихамад стоят у Эйн-Рогель. Эйн-Рогель это источник, через который проходит граница между Беньямином и Яудой, но в данном случае может быть это не так важно, а важно то, что этот источник за городом. Я хотел взять для вас картинку, но не успел, а то, что приготовил, оно не поднялось, но мы можем представить себе, что скажем, есть вот такой треугольник, который спускается от храмовой горы, храмовой горы, гора Мурия, а треугольник, который спускается от храмовой горы, называется КТФ-Евуси, плечо Евусеев. Треугольник это образуется за счет того, что если мы смотрим на карту, то справа, с восточной стороны проходит глубокая долина Кедрон, и это как бы отделяет, выделяет, строит этот треугольник, а слева проходит долина Гееном. Вот они, эти обе долины, как бы, они и формируют такое укрепленное место, на котором Давид построил город. Эти две долины правая и левая Гедрон и Гееном, они сходятся внизу к вершине нашего треугольника и на каком-то расстоянии от этого треугольника на, как можно сказать, 500 метров, 600 метров, где-то так примерно, есть источник, который образуется за счет того, что за счет того, что фактически воды, которые собираются во время дождей, текут во время дождей, и часть из них уходит под воду и скабливается как подводные источники, они находятся свой выход, естественно, там, где эти два ваги, как бы мы сказали, два ущелья соединяются, соединяются, и вот там Эйн-Рогель, Эйн-Рогель это часть жизни, часть жизни города, там устанавливаются для того, чтобы напоить свои стада, там, как мы узнаем, потом стирают белье, то есть, когда нету опасности нападения врага, там кипит жизнь за стенами города, где-то 500-600 метров от стен города, в месте, где могут быть люди, но люди могут быть в основном днем, а ночью, пошла служанка, доверенное какое-то лицо куша иархии, может быть, его служанка, и пересказала им, они пошли и известили царя Давида, а стояли они там, так как не могли допустить, чтобы их видели входящими в город, то есть, они не вошли в город, потому что, естественно, хорошо, войти в город тоже проблема, а выйти из города это еще большая проблема, как потом выйти из города для того, чтобы принести донесение Давида, поэтому вызывают служанку, которая какими-то правдами или неправдами объясняет страже, что ей нужно выйти из города, ее выпускают, за ней следят, куда она пошла, и увидел их юноша и сообщил Авшалому, один из стражников, один из дозорных, он сообщил Авшалому, что они быстро ушли и пришли в дом, но они быстро ушли и пришли в дом одного человека, то есть, он объяснил, что он видел двух людей у Эйн Рогель ночью, сообщил Авшалому или слугам Авшалома, самому Авшалому, слугам, не так важно, они ушли и пришли в дом одного человека в Бахурин, а у него колодец во дворе и спустились они туда. И взяла это, не нашли их, искали, не нашли, служанка, будем надеяться, тоже скрылась, не смогли ее найти, и взяла эта женщина и растянула покрытие из ткани, некоторые женщины взяла покрытие из ткани над устьем колодца и положила ровным слоем сеченные зерна пшеницы и ничего не было заметно. И пришли судьи Авшалома к этой женщине в дом и сказали «Дяхикамац и Ахиммаац и Йонатан». И сказала им женщина «Они перешли через ручей и искали воины и не нашли и вернулись в Иерушалай». Бухурим, как мы помним с вами, оттуда выходит Шиме Бен Гера для того, чтобы проклинать Давида. И комментарий по этому или не по этому, просто потому, что известны из устной Торы, он говорит, что та женщина, которая спасла разведчиков, спасла разведчиков, когенов, которые находились в городе Ахиммаац и Йонатан, находились в городе или около города для того, чтобы передать сообщение Давиду, эта женщина, она жена Шиме Бен Гера. Они пришли в дом Шиме Бен Гера. И он не выдал их. И она сделала все для того, чтобы их спасти. и знал ли Давид, как бы мог он пророческим даром представить себе, что Шиме Бен Гера он не, он его ненавидит, но тем не менее не готов наброситься на него с ножом, а что жена его, как бы вообще стоит на его стороне. Мог ли он это предвидеть или нет, трудно сказать, но мы опять видим здесь руку божественного проведения. И женщину Шиме Бен Гера считают величайшей праведностью. Почему считают величайшей праведностью? Потому что она послала на то, чтобы совершить нескромные поступки. Она сначала рассыпала на колодцы зерна, а потом подумала, на телу на ткани рассыпала зерна, как будто там сужится, а потом подумала, что обнаружат этот колодец и задумывается над тем, почему же это вот именно на колодце надо было растянуть ткань для того, чтобы сушить зерна. Что это? Пересохший колодец? Короче, вызовет это подозрение. Сначала она растянула зерна, а потом она села на этот колодец так, как будто она вышла ночью по крайней нужде, а колодец этот во дворе он используется он используется вот как такое отхожее место в темное время. И она села и раскинула свою юбку и для или что там можно представить свою одежду так, что она накрыла этот колодец и не заглянуть туда особо и вот кто же это женщину станет поднимать в такой момент, когда она занята своей нуждой. Понятно, что ей было праведной женщине, это было ей крайне неприятно. Конечно, она может представить себе, что оказавшиеся под ней мужчины не будут смотреть на нее, это понятно, в любом случае это крайне неприятно. и как мы понимаем скромность иногда человек может и жизнь свою отдать, чтобы только не унизить себя нескромным поведением и поскольку она пошла на это ради того, чтобы спасти Йонатана и Ахиаматса, она считается одной из праведных женщин. мы видим, как все переплетено, как, кстати, это и бывает в междоусобных войнах и конфликтах, разделяются не только колено, но и в одной семье происходит разделение один за этого, другой за другого. И Жиме Бенгера, проявивший такое крайнее неуважение, ненависть к Давиду, пожелавший, что его вот наконец-то убьют и более достойно и встанет на престол, его жена идет на такой, в общем-то, по-своему величайший подвиг и спасает двух кавенов, посланных к Давиду. И пришли слуги Абшалова к той женщине в дом и сказали, где Ахиаматс и Ахиаматс перешли через Учей, искали воина и нашли и вернулись в Иерушалай. Как это бывает, когда не могут найти, но что делать, теперь будет, что будет и вернулись в Иерушалай. Еще немножко мы постараемся с вами продвинуться, хотя очень хотелось бы послушать ваши соображения. И было после того, как ушли люди Абшалома и поднялись они из колодца и пошли и сообщили царю Давиду и сказали Давиду вставайте и как можно быстрее перейдите в воду. И вот так посоветовал Аббас Ахитофель. Мы представляем, что они должны были быть люди очень физические и готовые, обученные войне и военному искусству для того, чтобы за короткое время проделать такое расстояние и прийти к Давиду. Обратим внимание на то, что они оба были когены и оба были люди военные. Сегодня мы можем встретить такие мнения с вами, что левиты, когены, а вместе с ними все люди, изучающие Тору, они освобождены от войны. Но мы видим, и это, кстати, один из важнейших моментов, который я призываю как бы осознать, может быть, это понятно, но я все равно хочу подчеркнуть, что без Танаха и без истории, и потом, без продолжения нашей истории, невозможно выводить Галаху. Невозможно. Очень часто галахические моменты, они постановления, которые выводятся формальным образом, они противоречат тому, что есть Танахи. и, скажем, один из величайших мудрецов, Хазон Иш, он жил в преобразовании государства, и во время войны за независимость, и именно он просил у Бен-Гуриона, чтобы тот освободил 800 человек, учеников Ишиф от участия в военных действиях. И вот часто очень ссылаются на Хазон Иш, что вот он попросил, чтобы учеников Ишиф освободили от военных действий, поэтому и Казаны, и Лебиты, и все духовные люди, они свободны от службы в армии. Вот мы видим, что они свободны. Сам Хазон Иш, на которого ссылаются, он объясняет, что царь может призвать на войну любого, и человек не может отказаться. И царь его призывает, значит, это нужно ему, и что же, он может спасти человеческие жизни, жизни своих товарищей, и он не пойдет? Это не может быть. Так что, скажем, общая посылка, которую дает стати Рамбам, что левиты и все люди духовные, они освобождены от войны, это посылка. Это посылка. А есть другая посылка. А есть ты можешь спасти жизнь людей. И как мы видим, наверняка ковены, умевшие воевать, обучавшиеся военному делу, их никто не гнал. Они сами решили обучаться военному делу, и были частью армии, частью армии Давида. Не говоря о том, что если Каген не выходит с оружием в руках, если он не умеет, эти-то умели, а если он не может выйти с оружием в руках, так он обязан выйти для того, чтобы поддерживать дух армии, чтобы обращаться к воинам. Поэтому все это теоретизирование такое по поводу кто должен служить в армии, кто не должен, кого давайте освободим, кого не освободим, оно и рушится. Рушится и величайшие мудрецы, на которых ссылаются, что якобы они там были против службы в армии, величайшие мудрецы, они это прекрасно знали и обосновывали свое мнение, как раз из них можно понять, что здесь происходит. Ковены не обязаны, ну да, конечно, не обязаны, а если царь их призывает и считает, что они спасут человеческие жизни, так они служат и военному делу учатся и принимают участие в войне. И стал давит и весь народ, которые с ним и перешли Иорден, до утренней зари не осталось никого, кто бы не перешел Иорден. Я тут вспомнил забавный случай, в скобках, как-то раз было такое дело, лет, может быть, шесть-семь назад, поехал я в Москву по просьбе начать преподавать там Танах. Ну, собралась довольно пречная аудитория по тем временам, человек тридцать, и с большим интересом слушали книгу Яшуа, я постарался изложить общие соображения, вот как формировался народ, что народ сформировался при переходе через Иордан, и так далее, и так далее. И был один молодой человек такого, скажем, чтобы не было никому обидно, условно говоря, харидимного вида, с таким воспитанием, так сказать, уже успевшим получить воспитание, так сказать, традиционное в Москве. Он сидел, сидел, слушал, и потом спросил меня, вы утверждаете, что у воинов Яшуа было оружие, что они не воевали молитвой Ишвань Сраэль? И когда я сказал, ну, конечно, мы же видим это из всей обстановки, из Миндрашим, он встал и вышел. Как это часто бывает в таких ситуациях, встал и вышел. В такой компании, которая считает, что война билась не, как произносили в Маисраэле, ведь врат бежал, война билась реальная, вот тут такой компании не засидеть. Вот это еще раз подчеркивает важность изучения Танаха как нашего возвращения к реальной галахе. Можно привести своего ряд примеров и службы в армии, и из отношений к женщине. понимаете, все это, все эти, многие стереотипы, которые сложились, они начинают рушиться полностью, как только мы соприкасаемся с Танахом. Ахитофель увидел, что они поступили по совету его, и оседлал лосла своего, и встал, и пошел в дом свой, в город свой, и дал распоряжение сыновьям дома своего, и удавился, повесился, и умер, и был похоронен в могиле отца его. Очень тоже много деталей и замечаний, которые тоже нам открывают и картину, и характер человека. То есть он не пошел переубеждать Абшалома. Почему? Он все понял, но хорошо. Он сейчас его убедит. Время для решительных действий уже потеряно. и Абшалом он видит, он, несмотря на то, что он старался его подтолкнуть к этому изо всех сил, посоветовал войти в шатер, где жены отца на крыше, на глазах у всего народа, несмотря на это, Абшалом сомневается, и сделав этот страшный поступок, он все равно сохраняет связь с отцом, сохраняет надежду на такое примирение, поддержку отца. Он все это понял, как человек мудрый, и он понял, что ему бесполезно уже продолжать это дело. и пошел и повесился, затем он повесился, может быть, не столько от раскаяния, хотя, может быть, оно и было у него, он повесился, потому что если его схватят, или если даже он бежит, то вот это понятие Муретбе Малхут, тот, кто восстает против царя, это как бы определенное преступление, которое влечет за собой наказание, какое наказание влечет за собой, человека казнят, и его имущество переходит в казну царя. Так вот, для того, чтобы не попасть в разряд такого преступника, который пойман, он понимает, понимает, что все пропало там, где нету решительности Абшалома, там, где нету готовности убить Давида, все пропало. И он делает такой ход, можно сказать, в шутку, галахический, и он повесился. Был похоронен в могиле отца его. Мы видим, что Ахитофилес считали таким величайшим человеком, что даже вот это его преступление, это его восстание, которому он подклал, его, или восстание, которому он подклал в шалома, оно не сделало его окончательным злодеем или недостойным человеком, который недостоин быть похоронен вместе со своими предками. Мы в дальнейшем увидим с вами, что царей, которые считали злодеями, их не хоронили в могиле царей, их хоронили отдельно. А вот его похоронили в могиле отца, и это также, может быть, еще подчеркивает вот этот образ. дом Ахитофель находился в Дело, скажем, в свое время это было поселение, которое находилось недалеко от Иерушалаема, сегодня это самый южный район, самый южный район Иерушалаема. А Давид перешел в Маханаем, а в шалом перешел через Ярден, они и все люди Израиля с ним. И как бы я не хотел, скажем, закончить тему восстания сегодня, я вижу, что мне это не удалось, но давайте лучше, вместо того, чтобы, как говорят, иногда гнать текст, давайте мы лучше остановимся, и я послушаю ваши соображения, ваши вопросы. Вот я называю Stop Share, и я вижу, что у Тимофея уже готов вопрос, пожалуйста. Добрый вечер, такой вопрос, вот Хушай, можно сказать, что он нам не только сыграл на его жалости к отцу, но еще и на трусости Абшалома, потому что он описал ему вот такой красочный образ медведицы, потерявшей своих медвежат, и Абшалом просто струсил, и поэтому не решился на погоню медведицы. Может быть, может быть, я затрудняюсь, то есть мне кажется, тут очень трудно определить, и поэтому я бы сказал, что вы на большое число процентов правы, хотя мы видим, что Абшалом он человек решительный, он человек решительный, человек самоотверженный, который идет к своей цели с большой риском, с большим риском, вспомним, как он поджигает поле Юаба, как он ведет себя с Юабом, и как он обращается к Давиду, либо ты прими меня уже, либо ты казни меня, то есть человек очень решительный, трус, вот, если вы правы в том, что, скажем, это может сочетаться в одном человеке, что в одних ситуациях вот таких политических он очень решительный, или он очень хорошо себя представляет психологию других людей, а в других ситуациях он более трусливый, возможно, возможно, но без всякого сомнения вот этот элемент, элемент связи с отцом, уважения к отцу, желания даже из такой ситуации выйти каким-то образом с миром, безусловно, это присутствует, по крайней мере, как какая-то, скажем, значительная доля процентов. Я бы так сказал, четко не могу сказать, охарактеризовать человека как человека трусливого, но вполне может быть, что, конечно, в одних ситуациях есть решительность, а в других это будет как раз наоборот нерешительность из-за боязни, возможно. Спасибо. Ефим, пожалуйста. У меня такой, можно сказать, детский вопрос. Смотрите, ведь известно, это Сангидрин поддержала Шалома, известна же была история Якова с Руваном и так далее, лишивший его, так сказать, первенства и так далее. И Сангидрин наверняка же знал из первоисточника, прежде всего от Шмуэля и так далее, что он помазан. У Давида, так сказать, хватило, так сказать, и чести, и совести, не поднять руку на помазанников на Шауля. А сын и так далее, поддержанный, вот, я немножко не совсем могу понять, вот, вот, этой агрессивности такой уже после той истории. История все-таки и Танак запрещает, он смертный казни, так сказать, за кровосмешение, а посягать открыто на глазах у всего народа посягать на жен отца. Это такое национальное кровосмешение, скажем так. Понимаете? И рядом стоят мудрецы, и один из мудрецов, так называемый, хортитофель, его поэтому толкает. Как это может объяснить такой уровень? Я очень хорошо понимаю то, что вы говорите. Возможно, как бы, я увлекся, и надо было бы сказать, что, в общем-то, сангедрин, по крайней мере, подавляющее, подавляющее большинство сангедрина, оно ушло все-таки с Давидом. Вот если кто-то из мудрецов Торы остался и сангедрина с Авшаломом, то это далеко, далеко не все. То есть всегда бывает, скажем, понимаете, вы все совершенно правильно говорите, но события, они многоплановые. События, они многоплановые. И вот мы видели этих 200 человек, которые попали в такую ситуацию, что им деваться-то некуда. Помните, что Авшалом отобрал с собой Хеврон 200 человек, пользуясь, опять же, пойдя на хитрость, Давид ему послал с ним двух мудрецов, но не указал имена. Так он ходил по мудрецам и показывал письмо Давида, пока не набрал 200 человек, все они пошли с ним. И когда объявили вас, они ничего не знали, а когда объявили вас, они что они сделали? Они встали и закричали что-нибудь? Нет. Они решили, ой, это как-нибудь обойдется. Мы вернемся к Давиду и он обязательно нас простит. Мы найдем случай вернуться к Давиду и он нас простит. Понимаете, ситуации очень многоплановые. Говорить о Калахе здесь совершенно, скажем, что отец не должен, что сын не должен поднимать руку на отца, здесь, мне кажется, бесполезно, потому что в таких ситуациях люди ищут оправдания и в общем-то, скажем, у них есть какие-то основания на эти оправдания. Вот представьте себе, что отец ведет царство к тупику, а что он передаст какому-то малолетнему, совершенно нерешительному, такому щупленькому передаст царство все же это огромная империя, это же все рухнет в один момент, пострадают люди, это будет стоить многих жизней, поэтому, скажем, все частные голоходы отступают, сейчас я как могут рассуждать люди, наверняка так многие рассуждают, все частные голоходы отступают сейчас на задний план, надо спасать царство, надо спасать людей, и поэтому все допустимо, Ахитофель очень-очень четко все рассчитал, конечно, то, что сделал Абшалом, это было отвратительно ему самому и всем, но здесь как бы он понимаете, как бы как рукавая порука, как это бывает там, скажем, в шайках у злодеев, круговая порука, все стали свидетелями того, что проделал Абшалом, Ахитофель воспользовался моментом, когда Абшалом был в растерянности, не знал, что делать дальше, он ему сказал, если ты это не сделаешь, что мы все пропали, все погибли, он сделал, а все, кто видел это, они рот открыли, промолчали одну секунду и все, а дальше все оказались повязаны этим, понимаете, поэтому вот не нужно скажем, не нужно думать, что люди, особенно вот в таких ситуациях, они вот поступают прямо по Галахе и они готовы пожертвовать своей жизнью ради Галахи, да, это большая уверенность во Всевышнем, да, вот сейчас, представляете, он поставил на крышу и пошел к этим женам отца, ну, все знают, что он, конечно, он просто пошел демонстративно, да, вот сейчас кто-нибудь закричал бы, да, что ж ты делаешь, да, вот, это же, это же там святотатство такое, да, что бы с ним было, разорвали бы на части, и никто не закричал, да, вот, поэтому реальная жизнь, она, скажем, сложнее, чем та формальная Галаха, которую мы себе представляем, конечно, вера во Всевышнего и Галаха имеет огромное значение, она управляет, она управляет людьми, да, движет ими, но люди либо пугаются, либо они могут убедить себя, что они действуют правильно, да, ради спасения жизни, ради спасения царства и так далее, у них есть все основания действовать таким образом, понимаете, то, что мы можем себе представить, вот, а, и, как бы, основной мотив, да, сначала это глубокое непонимание, а потом попался и боязнь, страх, вот это как бы тот механизм, который мы можем себе представить с вами, да, спасибо, это то, что я могу сказать, скажем, да, может быть, можно как бы что-то добавить, но это то, что как-нибудь представляется, да, вот, и поэтому эти события представляются весьма-весьма реальными, да, и, как бы, даже в том плане, скажем, если так можно сказать, что действующие лица этих событий все, они глубоко верующие, и все соблюдают законы Туры, ну, там испугался, тут дал слабину, тут что-то не понял, вот оно, и все, и выкатилось, и поехал, да, вот, получите, пожалуйста, Радзиев, я смею просто к этому добавить, конечно, конечно, пожалуйста, дракон, самое разумное объяснение этой ситуации очень простое, да, это явно видение руки Творца, что он послушал Совета Фитофеля, это просто дух глупости, ничего больше, ничего худшего он сделать не мог, это просто помутнение рассудка, самое натуральное, потому что он перечеркнул себе все царство, все перечеркнул себе с этим поступком, вот, поэтому это просто наказание сверху, и все. Я согласен, да, я согласен, безусловно, да, тут еще можно учесть такой момент, что Ахитофель готовил себе почву для того, чтобы потом выскочить, скажем, на этой волне, да, вот, а в Шалом, конечно, он был, если он даже не был, человеком трусливым, то в этот момент, войдя в Ярушалае, он находился в растерянности, он не понимал, что дальше нет. Равзев, я совсем не претендую, чтобы вы ответили на вопрос, но в голове у меня стоит этот вопрос, что, в общем, чему учит эта вся история, как продвигает нас действительно к возвышению Давида, к продвижению всего еврейского народа этот конфликт сына с отцом, что мы могли выучить из этого позитивного, так сказать, и что можно себе взять как актуалию из этого конфликта, почему Творец сделал эту ситуацию, вот как бы с Пуримом мне понятна эта игра, а это вот некая игра, которая мне непонятна, ее позитивный момент для всего еврейского народа, может быть есть ответ, я не знаю. Вопрос совершенно правильный, вопрос совершенно правильный, абсолютно правильный, что мы из этого учим, поэтому я постарался перед этим рассказом, изобилующим многими деталями, сделать такое введение, что прежде всего мы учим, что есть божественное проведение, которое знает праведника, знает праведника, если люди думают, что Абшалом, он праведник, он за справедливость, и наказал Амнона тогда, когда Давид не решился, и многие другие вещи, судят он гораздо справедливее, а то Всевышний знает праведника. Что мы можем из этого выучить для себя, скажем, не только из этого бегства, но и скажем, бегства Давида, мне кажется, мы тоже очень много из этого выучили, представили себе человека, его поведение отчаяния и надежда одновременно, смирение и надежда одновременно, это мы представили, скажем, я надеюсь себе. Теперь мне представляется, что глобальный урок для нас очень-очень важный, вот я бы сказал так, посмотрите, некоторая такая, как бы сказали, крамольная мысль, что на протяжении истории мы многократно и многократно ошибались и отвергали тех людей, пусть они были царями, пусть они были людьми духовными, людьми духа, людьми, у которых есть идея, мы их отвергали, часто, потом, задним числом возвращались к ним. Я бы сказал, уже было поздно. Посмотрите, это можно, скажем, раньше, возьмем Рамбама. Рамбам оказался непонятым, то есть оказывается, мы не умеем понять высокую духовность. До сих пор хасидизм запрещал изучение там потом смирились с Мишнет-Ура, с Яда-Хазака, с его галактическим трудом смирились, и Хаббат начал учить, это, кстати, довольно большая новость, что в хасидизме начали учить Рамбама, а Мареновухим осталась так под запретом. Мареновухим осталась под запретом. Вот говорят, философия, аристотельская философия, а мы идем по пути Ковалы и так далее. Это просто невероятная глупость, невероятное непонимание величия человека, то, что он сделал. В данном случае это не царь, это не руководитель, но это руководящая идея, которую мы отбросили. Возьмите Рамхаля, возьмите Рамхаля в Амстердаме, где он остался, я не буду рассказывать всю историю, она сама по себе интересна, в Амстердаме, где он оставил свои рукописи, их сожгли там. Возьмите Вильнюсского Гаона, он ведь остался непонятым, кроме как ближайший круг его учеников. И теперь возьмите Раф Кука, который почти полностью совершенно остается непонятым, более того, отрицаемым. Во многих кругах его просто запрещено изучать. Что запрещено изучать? Человек действительно миром движут идеи. И когда мы отбрасываем такие идеи высокодуховные, то мы делаем фактически то же самое, что происходит во время восстания, между восстанием Шалома и Давидом. Мы выбираем то, что попроще, то, что полегче, то, что поярче, так сказать, то, что нам ближе по душе, мы это выбираем, и это наш путь на протяжении всей истории до сегодняшнего дня. Это то, что мы должны выучить, то, что мы должны выучить, что нужно понимать, где праведность, где высота, и никто этому не может научить, никто, это только просто, скажем, общее развитие людей, их хорошее начало, устремления хорошее, они могут определить, за кем им следует идти, а что следует отбросить. И никто, скажем, и это отношение, скажем, почти ко всем пророкам. Так что, что мы можем выучить? Мы можем выучить принципиальный, глобальный недостаток, который нас ставит в тупик до сегодняшнего дня. И вот однажды нам рассказали эту историю, как она развивается, как люди ведут себя, как они принимают решения, кто и как. Наверное, для того, чтобы мы выучили этот момент, позитивный этот момент или нет, ну, уж это я не знаю. Я думаю, что из этого можно сделать принципиальный, так сказать, глобальный позитив. Понятия очень многое. Вполне записывается. Я дико извиняюсь, я дико извиняюсь, мы должны заканчивать. Да, обязательно. Sorry, sorry, sorry. Нет, я извиняюсь. Огромное спасибо всем. Издаемся, мы продолжаем. И надеюсь, что мы все больше понимаем, насколько важны эти знания. Спасибо большое. Пока у нас занимается ивритом, прямо сейчас будет урок иврита по разделу и по начале пасхальной годы. Всем счастливо, Равзель, спасибо большое, всем пока. До свидания.